Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи. Речи Господь своим учеником. Аминь глаголю вам. Или каще свяжете на земли, будут связаны на небеси. Или каще разрешите на земли, будут разрешены на небесах. Паке аминь глаголю вам. И каще два от вас совещают на земле о всякой вещи, ежаще просито, будет им от отца моего, иже на небесих. И дежи бы и ста два или три собране во имя мое, то есть мы посреди их. Тогда приступаль к нему Петр рече, Господи, коль крат аще согрешит в мя брат мой, и отпущу ли ему до седьм крат. Глаголы ему, Иисус, не глаголю тебе до седьм крат, но до семьдесят крат седьмирицию. И бысть, и гда, скончай Иисус, лависа сия, придет Галилея, и приди пределы иудейски обон пола Ордана. И по ним идоши народе мнозе, и исцели их ту. Тогда приведоши к нему дети, дарутся возложить на них, и помолиться. Ученицы же запретиша им, Иисус же рече им, оставите детей, и не возбраняйте им прийти ко мне, таковых бы из Царства Небесное. И возложь рутся на них, отыди оттуда. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вторник, 5 августа. Мы с вами читаем Евангелие от Матфея, читаем главу 18, с 18 по 22 стих, далее главу 19, с 1 по 2 стих, и дальше с 13 по 15 стих, главу 19. И сейчас давайте откроем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Сказал Господь своим ученикам, «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны в имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату Моему, согрешающему против Меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до седми, ж до седьмидесяти раз». Когда Иисус окончил слова Сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Ирданскую стороной. За ним последовало множество людей, и Он исцелил их. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное, и, возложив на них руки, пошел оттуда». Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Господь обращается к ученикам Своим. Даже, можем сказать, обращается к Церкви, которую здесь они олицетворяют. Апостолы Христовы стали первыми членами Церкви Христовой. Сказал им Господь, «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Здесь вновь нам говорится о той власти, которую Церковь получает от Сына Божия. Церковь в лице своих пастырей. Сначала мы видим, апостолы эту власть получают, далее они придут епископам, пресвитерам. И вот с этого момента духовенство исполняет вот это повеление Божие. Зачем все это нам здесь открывается? Здесь Господь показывает нам свою любовь и свою заботу и снисхождение к людям. В чем снисхождение это проявляется? Что ни один человек, представ пред Богом, никогда не сможет оправдаться, никогда не сможет вынести суда над собой, когда будет обличаем от правды Божией. Страшно попасть в руки Бога Живого, так нам говорит Священное Писание. И вот кроме всего прочего, для этого Господь суд оставляет земной церкви, дабы нам было легче, легче и удобнее исправляться и спасаться. Это вот с одной стороны. С другой стороны, здесь очень такие вот четкие границы показаны, что человек, что знай, твоя вечная участь, она зависит от того, в каком отношении ты себя позиционируешь к церкви. То есть, какая у тебя с ней связь? Живой ли ты член церкви? Мать ли она для тебя? Что никто, кроме церкви Христовой, не в силах в этой земной жизни, освободит тебя от зла, освободит тебя от греха, дает тебе возможность пребывать в благодати. То, что благодать Господь человеку дает как раз внутри церкви. Кто-то может сказать, почему так, почему же так не свободно, почему так строго. Ну, на самом деле, в чем же здесь не свобода и в чем здесь строгость? Было бы действительно несправедливо нам всем услышать это однажды, где-то после смерти. Встретился с Богом, Господь тебе скажет, а вот, оказывается, вот так вот, виновен ты, и вот то ты и то в жизни не сделал. Ну и что ж ты не знал? А вот я вот так захотел. Нет, такого не будет. Господь всем нам дает возможность вот это узнать. Вот эта истина уже две тысячи лет человечеству известна. А дальше уже каждый человек определяет для себя, согласен я с этим или не согласен. Касается мне это или не касается. Дальше читаем. Истинно так же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им этот самого небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Вот эти слова порой человеком будут в некое, можем даже здесь такое слово применить, в депрессивное состояние. Почему? Потому что каждый, прочитав это, вначале может воодушевиться. Вот оно, кажется, как просто. Нашел себе единомышленника, и давай Бога просить. И все вроде как бы, и Сын Божий здесь, по своему слову, должен быть рядом с нами. Соответственно, Он наш со-молитвенник. И все, чего бы ни попросили, Отец Небесный нам даст. Но зачастую человек вынужден констатировать тот факт, что так оно не происходит. Почему же? Неужели здесь Господь обманывает? Неужели слова Его как-то здесь неправильные? Ну, кажется, ничего подобного. Здесь опять же нужно понимать смысл. Смотрите, очень важная здесь такая вот заметка. Господь говорит, что если двое из вас согласятся на земле прочитать о всяком деле, кому эти слова были обращены? К апостолам Христовым. Господь им говорит. И вот здесь вот каждый из нас должен задать себе вопрос. А я с апостолами ли? Вместе ли с ними я? Одного ли Духа я с ними? Одни ли ценности у нас? Вообще похож ли я на них? Под своим устроением, своими планами, своими стремлениями. Могу ли я сказать, что и ко мне эти слова обращены? А ведь если нет, то тогда что ж? Тогда нужно, получается, в жизни своей что-то исправлять. Потому что действительно Бог никогда не будет помощником нам в делах, которые ведут к злу, например. Ведь в безумии своем человек может у Бога просить чего-то вредного, чего-то плохого, дурного, злого, откровенно, требовать даже где-то в безумии своем. Никогда Господь не дает этого. Так и статусы учат. Бог не дает человеку неполезное. Бог не дает человеку то, что в данный момент не нужно. Правда же, мы часто желаем чего-то очень страстно, желаем что-то вот именно сейчас. А порой проходит какое-то время, и понимаю, как хорошо, что тогда мое желание не исполнилось. Как же хорошо, что стало по-другому. То, что если было бы так, все бы в моей жизни бы изломалось. Слава Богу, что Он не выполняет все наши молитвы. Вот это очень важно понимать, когда мы читаем вот эти слова Евангелия. Не слова Господни обманывают. Нет, быть того не может. Мы порой не соответствуем вот этим словам. Соответственно, всегда надо задать себе вопрос. А со мной что? Все ли со мной в порядке вот в этом плане? Смотрим дальше. Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Важный вопрос, важный. Господь постоянно говорит о том, что нужно прощать согрешающим против Тебя. Ну, в общем-то, для людей это было понятно. Их учителя учили тому же, да раввины говорили о необходимости прощения. Оно, это естественно для человеческого понимания. Что прощение битвы, оно восстанавливает какую-то разрушенную связь. Оно способно вернуть любовь между людьми. И наоборот, не прощение, оно всегда убивает, всегда разрушает. Но вот опять же мы в жизни часто видим такое, что человек по слабости своей многократно согрешает против нас. Порой исправляется, порой не исправляется. Или не может исправиться, или еще какие-то причины здесь присутствуют. И вот важно было понять, а как же быть? Вот приходит человек, и вот постоянно просит прощения, постоянно снова делает какое-то зло против меня. Как мне быть? Вот раввины учили, что нужно прощать три раза. Три раза простил, но четвертый вроде бы уже и все, уже не прощай. Видим, что Петр здесь подходит со словами, что вот я считаю, что семь раз надо прощать. Здесь есть такое упоминание, что Петр несколько тщеславится. Он, конечно же, знал учения раввинов. И вот как бы решает его превзойти. И такой вывод делает. Вот я в два раза больше прощу, и еще плюс еще один раз. То есть как бы вот выше их быть. На что Господь ему да, вот и говорит, что не говорю тебе до семи, но до седьми, до семидесяти раз. То есть бесчисленное число распрощай, если человек просит прощения. Всегда будь готов простить его. Но есть ли ситуации, когда прощать не нужно? Есть. Когда человек прощения не просит. Когда не нуждается в прощении. Это не значит, что мы должны обиду держать на него в сердце. Нет. Но сколько, знаете, бегать за ним, говорить, что я тебя все равно простил, там еще как-то не нужно. Ну что ж, человек свободен. Если он не желает мира, ну пусть остается в своей внутренней вражде, если ему так угодно. Ты будь готов его простить и помиловать. А уж он сам для себя решает. Дальше мы видим, что Господу детей приводят, чтобы он заложил на них руки и помолился. Ученики возбраняют им. Почему возбраняют? Если мы посмотрим 19 главу повыше, то увидим, что к Христу подошли фарисеи с вопросом, дозволительно ли разводиться. Господь дальше говорил, что там развод тогда только дозволителен, когда есть супружеские измены. Ну и, в общем, это делает, да, как бы и брак нечистым людей, согрешающим. То есть, если у людей не хватает сил простить друг друга, ну что ж, тогда причина есть. И что если человек разведенный, там, женится, то вот он, если не по этой причине, то он прелюбодействует. Там, если берет в жену разведенную, тоже прелюбодействует. Ну это можем выше увидеть. И вот апостолов могло сложиться впечатление, что дети, которые рождаются в таких вот непонятных брачных отношениях, они как бы несут печать греха родителей своих. И от этого становятся нечистыми. И вот здесь именно по этой причине возбраняют таких детей подносить. На что Господь вот их здесь остановлю, говорит, что пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне. Потому что дети, во-первых, не виноваты в грехах своих родителей. Они несут порой последствия греха в своей жизни, но вины их личной в этом нет. А вообще снова напоминает, что именно таковых ведь Царство Небесное. Что вообще с детей пример надо брать, а не гнушаться ими. Пример брать с их добродетелей. И возложив на них руки, пошел оттуда. Вот такие евангельские строки мы сегодня с вами прочли. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 18, 1 по 2 стих. Извините, с 17 по 22 стих, потом главу 19, с 1 по 2 и с 13 по 15 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне пребывает со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok